для только что же видел а по спасибо здорово ведь и обожаю тебя смотрю с 2015 года каждый стрим давай слов тетером и я тебе еще заду начал равно 3 вообще не могу его сообщение эти блять а только что видел он два раза были писал реально просто ниже его сообщения просто жесть реально какая-то тайна тайна десятой планеты блять а во все нашел бля пиздец почему так сложно найти было все нашел спасибо за баню спасибо большое за 50 рублей тебе привет каждый стрим 2 слотя хутор у меня эти еще значения слотя бить не буду могу тебя вот так вот ручку помахать спасибо огромное спасибо большинство над у нас коллеги запретили борность и штука коллега колледж за бред как как я не верю вот почту я проверю потом hector's сейчас я не буду ничего проверять тебя вебка зеркалка дам ну типа не вебка то есть у меня как зеркалка в роли вебки выступает за что-то его забанил потому что он плохой человек за это его забанил какая тематика ночью больше всего приносит до любая тематика до хера приносит если ты у тебя грамотно есть у тебя много аудитории типа это грамотно продаешь любая потому что в любой тематике есть всякие бренды и тому подобное которые соответственно будут рекламу тебя покупать просто наверно зависит от того насколько эти бренды адекватные то есть в горовом сегменте очень часто рекламируются на всякие сайты с кейсами там тому подобное за лупой то есть это не супер я считаю как бы грамотно рекламировать да вот она первых автомобильных тематиках иногда обращаются за рекламой там даже ну какие-то автомобильные марки например в там в таком роде я бы назвал бы наверно сейчас самый элитный наверное тематика наверно автомобильная скорее всего автомобильной можете техно на скорее всего тех на блоге и автомобильная тематика это бы самая такая адекватная по рекламодателям и самое дам думаю дорогостоящие скорее сюда а так вообще на любой тематике можно много зарабатывать понятное дело артисты наши больше получают чем блогеры зависит от того какие артисты но топовые артисты получают больше конечно пока youtube еще не сравнялся с этим хотя наверное не сравняется потому что я думаю что если артист как бы типа популярный то в любом случае у аудитории будет больше чем типа у блогера этой же страны но то есть например на западе блогеры получают дохера денег но тем не менее не настолько дохера чтобы например быть богаче там какому топового актера я думаю что да не за кто кто самый богатый на западе какому титюбер какой мыт логан пол и джейк пол ну да они там типа зарабатывают там не за 10-20 миллионов год там и за может даже больше но тем не менее топовые актеры столько могут за один фильм получить вот поэтому я думаю что всякие актеры артисты они в любом случае больше все таки будут зарабатывать чем блогеры пока что по крайней мере пока что вот потому что может быть все таки спустя 15-20-30 лет как бы ну то есть youtube же развивается поэтому может быть он выйдет еще на больше уровень поэтому да естественно в россии топовые актеры зарабатывают больше чем топовые ютюберы сколько в россии топовые ютюберы зарабатывают типа я думаю там типа несколько миллионов стабильно заработка у них есть месяц соответственно топовые актеры я думаю что больше все таки получают стрел дудя такси интервью ну может быть я не знаю не стрел а о топовых стримерах и речи нет. Ну, Twitch в Россию пришел позже, чем YouTube, соответственно, сейчас Twitch в России развит меньше, чем YouTube. Топовые стримеры сейчас в России не так много зарабатывают. Ну как, опять-таки, по меркам обычного человека до хера, то есть, в принципе, есть стримеры, которые зарабатывают там от миллиона рублей в месяц. Но, опять-таки, по меркам YouTube это не такая большая цифра. То есть, по меркам YouTube, я говорю, там есть блогеры, ну, то есть, на YouTube топовый блогер зарабатывает, я думаю, лямов 5 в месяц, там, типа того. Может, даже больше. То есть, 5 в 5 миллионов в месяц на Twitch, я думаю, что... Я думаю, что пока никто еще не выносил. Певцы тоже артисты, фидуки, ЛДЖ больше, чем блогеры рубят. Ну, по 100%, чувак. Ну, насчет фидука конкретно не знаю, но ЛДЖ очень много зарабатывает. Естественно, больше, чем топовые блогеры. Сколько можно уносить здесь к аудитории? В плане 10 тысяч зрителей на Twitch? Чувак, абсолютно-абсолютно разные цифры. У кого-то 10 тысяч, не знаю, 10 тысяч зрителей, но 0 донатов, 0 подписок и так далее. Такое бывает вполне. Вот. И то же самое наоборот. Там у тебя может быть тысяча зрителей, но из этих тысячи зрителей, там тебе постоянно все донатят, подписываются и так далее. От разных, короче, вещей зависит. Топовые блогеры стабильно зарабатывают, а ЛДЖ станет немодным и все. Ну, конечно. Ведь с блогером это не может случиться. Если блогеры на хайпе, то он на хайпе будет всю жизнь, естественно. Нет. На самом деле ты не прав. В этом плане артисты и блогеры довольно-таки похожи. То, что вообще все проходит, лол. Типа если, ну, то есть, для того, чтобы держаться на плаву, то есть, держаться на плаву постоянно невозможно. То есть, даже если ты по карпатливу будешь постоянно работать, все равно постоянно будет какая-то стагнация, что-то это. Ну, то есть, тем не менее, как бы, как говорится, плохо не упасть, плохо не подняться. Страшно не упасть, страшно не подняться. Вот, да, вот такая есть фраза. Вот, соответственно, как бы, любая вещь рано или поздно потеряет актуальность. А Пидипай или топовые русские актеры-певец? Не, естественно, Пидипай зарабатывает больше, чем российские актеры всякие. Опять-таки, смотря, там, с какими актерами сравнивают, но в целом, ну, Пидипай, есть информация о том, что в год он зарабатывает около 6-7 миллионов долларов. Я думаю, что эта информация, это меньше реальности, я так думаю. Потому что, ну, я так думаю. То есть, я думаю, что он минимум лямов 10 в месяц, ой, в год зарабатывает долларов. Соответственно, кто у нас из русских актеров зарабатывает 10 миллионов долларов в год? Я не знаю. Думаю, что никто. Это очень большая сумма для российского кино. 10 миллионов долларов. Тем более для зарплаты актеров. Это очень много. Не знаю, в тему вопросов или нет, но есть ли мысли по поводу Тесака? Ну, вопрос не в тему, но в этом нет ничего плохого типа. Почему нет? Можно вопроса не в тему задавать. Что-то, что Тесака думает? Да ничего не думаю, я не могу понять, что там с ним происходит. Он же присел на 10 лет, потом ему сейчас меру пресечения убрали. Он вроде должен выходить. Он вышел в итоге или нет? Не знаю, я жду новых выпусков «Окупай педофиля» вообще. Не знаю, Тесак, наверное, вряд ли будет этим заниматься. Не знаю, Тесака, как только из тюрьмы выйдет, он, наверное, сразу уедет, куда-нибудь. Вряд ли он в России останется. Хотя, вопрос, есть ли у него деньги. В принципе, в свое время с «Окупай педофиля» он очень много заработал. Но просто у нас сидел 5 лет, и за эти 5 лет эти деньги, во-первых, немножко обесценились. Во-вторых, я думаю, что их растащили уже непонятно кто. Всякие его родственники, там, знакомые, друзья, кто там его деньгами управлял. Раичу, спасибо за правильную посапку. Почему не бреешься? В падлу? Сегодня, может, побреюсь, если не в падлу будет. Как избежать на сказание за убийство, сотрелся или волнение не сотрел? Сливки-шоу не скатятся. Бля, при чем здесь сливки-шоу? Скатятся все. Рано или поздно. Потому что все рано или поздно становится менее актуальным. Не, в теории на плаву можно держаться долго. То есть, если ты, как бы, работаешь кропотливо, реально кропотливо работаешь, и грамотно работаешь, то на плаву можно долго держаться. То есть, можно вовремя, там, типа, менять формат, да, и тому подобное. То есть, в принципе, это возможно. Но все равно бесконечно, как бы, ты не сможешь. Рано или поздно все равно любая тематика, любой канал, он все равно будет терять аудиторию. Потому что, ну, потому что индустрия развивается, и постоянно будут появляться разные новые другие каналы, и, соответственно, определенные каналы и тематика будут надоедать людям, они будут переходить на новые каналы и другие. Видел, что улос из Браза в стримеры подалось. Мне насрать. Думаешь, лайфхаки перестанут быть актуальными? Ну, лайфхаки уже плюс-минус перестают быть актуальными. Но с Левки Шопом это не про лайфхаки. Он, типа, разные темы снимает. Я его канал не смотрю, но он начинал, возможно, с лайфхаков. В плане, думаешь, они перестанут быть популярными? Все перестанет быть популярным рано или поздно. Ну, то есть, есть вещи, которые будут популярными очень долго. Вот, например, там тоже, там, в свое время, когда создали Facebook и ВКонтакте, да, то есть, они вот, как бы, естественно, то есть, они вот уже там популярны, там, 10 лет, да, и еще там, наверное, столько же будут популярны. Но все равно даже вот такие, например, мастодонты, как там ВКонтакте и Фейсбук, они все равно свою актуальность в какой-то момент потеряют. Вот даже сейчас, например, тот же Инстаграм, то есть, Инстаграм потихоньку даже у того же Фейсбука, у того же ВКонтакте, он отнимает аудиторию. То есть, как бы это странно не звучало, но реально есть люди, которые перестали сидеть ВКонтакте и сидят в Инстаграме. То есть, они в Инстаграме переписываются, там, выкладывают фотки, То есть им этого достаточно На западе еще такая тема есть как снэпчат Честно не знаю что это такое Но тоже он Очень популярен И то есть я как понимаю многие люди предпочитают переписываться там А не в фейсбуке Потому что даже вот есть дохера много зарубежных пранков Где короче парни телок пикапят И там очень часто проскакивает такое Типа я тебе не дам телефон Дам свой снэпчат То есть на западе он реально очень популярен То есть его место телефона даже часто дают Поэтому все рано или поздно станет Типа менее актуальным Это очевидно Ну то есть типа блин Это называется наверное прогресс все-таки То есть все-таки идет какая-то смена всегда Просто это сложно представить То есть это надо понимать Но представить это сложно естественно То есть как представишь Например типа сайт вконтакте не будет популярен Вот как это представить То есть это вроде вот уже настолько как бы сайт Который внедрился в нашу жизнь Да что представить что типа ты на нем не будешь сидеть И на него заходить как бы довольно сложно Хотя более очевидно, что там лет через 10-15 Вполне возможно, что тот же Фейсбук, тоже ВКонтакте, он как бы Перестанет быть актуальным Поэтому, в общем-то, и надо развиваться Надо выпускать постоянно Какие-то обновления, какие-то новые темы Постоянно что-то новое придумывать Стоит ли эмигрировать в Финляндию? Да я откуда знаю Нескоро сделал платными сообщениями И все, никто заходить не будет Я об этом не слышал Я думаю, что это вброс Но каким образом ВКонтакте Можешь делать платные сообщения То есть это убьет соцсети, очевидно Никто не будет платить за сообщения Поэтому попахивает каким-то бредом В будущем ВК станет, возможно, таким же популярным, как и почта Мне кажется, уже стало, нет? Вы часто с друзьями по почте переписываетесь? Вот тебе и ответ В чем заключается прибыль Ютуба? Но преимущественно реклама Преимущественно реклама Ютуб забирает огромное количество денег же Я сейчас боюсь наврать, но Ютуб, по-моему, забирает минимум процентов 50 То есть там как получается? То есть, например, до блогера доходит 1000 долларов Предположим, да? Это значит то, что изначально было там где-то 2300 То есть там, получается, Ютуб забрал половину или даже больше Плюс еще партнерка сколько ты забрала И только потом эти деньги доходят до блогера Ютуб очень много денег с рекламы забирает То есть, ну, ты даже примерно предположить не можешь сколько Потому что, честно, я могу наврать, но, по-моему, об этом нигде не написано То есть ты не знаешь, какую часть Ютуб забирает Потому что у тебя в админке нету такого, что, типа, ты заработал Там, типа, ты заработал столько-то А мы тебе отдаем столько-то Вот, по-моему, в админке такого нет То есть в админке у тебя просто пишется сумма, которую ты заработал Но, соответственно, эта сумма уже за вычетом того, что Ютуб забрал Короче, Ютуб очень много зарабатывает за счет рекламы, естественно Ну, то есть, сам прикинь, типа, есть блогеры, которые зарабатывают, там, типа, миллионы долларов именно на просмотрах на ютюбе, да, именно на просмотрах. Короче, на рекламе, естественно, преимущественно на рекламе. Как считаешь, сколько зарабатывают админы крупных пабликов в ВК? Ну, в плане, что, считать много они зарабатывают? Опять-таки, есть паблик нормальный, популярный. Хотя, паблики ВКонтакте как бизнес уже себя изживают. То есть, типа, пять лет назад это еще был очень прибыльный бизнес и крутой. Сейчас вроде как уже это себя изживает. Но, тем не менее, если паблик крупный, до сих пор зарабатывать неплохо, конечно. Просто тоже, как бы, просто объективно рекламодатели начали просекать, что реклама ВКонтакте не особо работает. Поэтому, соответственно, цена за рекламу упала и меньше стали ВКонтакте обращаться. Потому что сейчас выгоднее рекламу купить, например, у какого-нибудь блогера. У ютюба напрямую, например, да, вот этот Google AdWords. Там еще что-то придумать, не знаю, на Твиче. То есть, ВКонтакте вот сама по всей рекламу не особо выгодно покупать. То есть, отдача не очень хорошая. 45% ютюб забирает, там написано монетизации, да. Ну, как я и сказал, да, примерно половина, если это правда, конечно. Все же, что с проблемой, но как-то ВАР в КС пофиксил. Ну, я заплатил человеку, мне настроили компьютер. Но я не могу сказать, что я прям пофиксил ВАР. Работает получше, конечно, чем работал. То есть, я хоть как-то играть могу теперь, но... К сожалению, все равно определенная проблема есть еще с ФПСМ и СВАРом. Блин, человек вспомнит вопросом. Ты же видишь, что я не отвечаю. А как постоянно работаешь, если ты в депрессии, утенение, какой силы воли и сплошная лень? Ничего не делать, лежать на диване просто. Вот только так. Ты когда-нибудь был в Славутиче? Нет. Не знаю даже, что это такое. Это город какой-то, но я подозреваю, что не в России. Ты сегодня еще будешь играть? Нет. Я наигрался. Я не знаю, сколько гадок сегодня сыграл. Четыре, что ли, штуки. Что за вар в КС? Хрен его знает. Какой-то показатель, который отвечает за определенные лаги в игре. Что-то типа пинга, фпс, что-то типа того. Сколько твич саба забирает? От 30 до 50 процентов. В зависимости от того, какая у тебя партнерка. Хотя есть, я думаю, что еще меньше забирать. Я думаю, что у того же Ninja, наверное, типа процентов 20, наверное, только твич забирает. Ну, то есть, я думаю, что с какими-то супер ультра топовыми стримерами соглашение заключено еще более выгодно, я так думаю. Ну, так вот, да, партнерка, которая типа доступна всем, там на обычной партнерке что-то 50% твич забирает. А если ты типа нормально стримишь, у тебя много аудитории и сабов, то типа, по-моему, твич забирает только 30%. Вот, по-моему, так. Какое мы зло сейчас в РФ зайдет? Не знаю. Говно какое-нибудь в России, по-моему, говно какое-то слушаю. Шрауд, говорю, что около 17%. Я не думаю, что Шрауд мог об этом говорить, потому что Шрауду, ну, типа, я думаю, что запрещено вообще говорить об этом. Потому что у Шрауда 100% особенно условий с твичом. Поэтому он бы не стал бы раскрывать эту информацию 100%. В Америке мы бы и 17. Нет, условия во всем мире одинаковые. Условия, я говорю, могут быть особенные, только с конкретными какими-то стримерами ультрапопулярными. Но эти ультрапопулярные стримеры 100% раскрывать эту инфу не будут. Ты иришь на Игромир. Вроде как, да. Но все равно у меня прям еще до сих пор почему-то 100% информации нет. 2К онлайн держится. Да я вообще в ахере, что у меня сегодня онлайн держится. Но это из-за того, что у меня этот... У меня онлайн как будто застыл, как будто накрутка. Но это за счет того, что, типа, стрим на главной страничке показывается. Но это очень странно, что вот онлайн прям вот он как застыл. Там на 2 стола, вот он прям застыл. Типа я вроде из игры уже вышел, там, типа и так далее. Онлайн вообще не падает. Это очень странно. А, на Игромир, я говорю, на Игромир я если поеду, ну, скорее всего поеду, я говорю, я там буду один час стримит на одном стенде. И еще плюс час там буду, типа, фоткаться с людьми, кто подойдет. Только я не знаю, кто туда подойдет, потому что... Когда я анонс делаю, я не знаю, уже, типа, 2 число. А я, типа, поеду то ли 6-го, то ли 7-го. То есть осталось совсем мало. Ну, короче, следите за страничкой ВКонтакте. Если со мной на Игромире кто-то хочет увидеться, то следите за инфой на страничке ВКонтакте. Если я туда поеду, то я напишу, на каком стенде я конкретно буду и в какое время подходить. Либо что, либо 8-го, говорю, на Сне ВКонтакте напишу. А поздно поедешь? Скорее всего. Я думаю, что это выгоднее. Почему у тебя 2000 зрителей, а у тех, кого ты срал по 10к? Я срал. Ну, я говорю, вот я... Очень грустно и печально, что есть настолько конченые люди. На Венома пойду. Как думаешь, зайдет ли Веном? Я думаю, что нет. Я думаю, что не очень буду. Заболел? Да нет. По какой игре сейчас актуально монтажи делать смешные? Монтажи смешные? Я думаю, что не по какой особо. Потому что сама по всей тематике монтажей уже не особо актуальна. Сейчас нужно челленджи снимать игровые. По какому-нибудь Форнайту. Спасибо за правильную подписку. Ты работаешь с ними, кроме твича? Нет. Пока нет. Ну и не планирую. Я говорю, я официально работать не хочу. То есть я хочу, типа, этот... Хочу заниматься творчеством. Не хочу, типа, просто на какого-то дядю работать. Нафиг надо. Это не мой путь. Держим. стань дядя на тебя будут работать пробовал уже не особо мне это понравилось на гринку подавать будешь явно в лотерея green card участвую уже что три года подряд или типа того не забудьтесь в этом году до подам опять на всякий случай ваш повезет опять таки себя green card у игры не уверен что я буду готов поехать жить типа в россию в россии в сша все таки шаг такой жесткий хотя и сирать этот шаг довольно тоже но промечиво дам все сяга на карту игр надо ехать наверное будет хватит там с рациями неприятно срачи там между двумя чуваками читать еще с собой просто забавлю ребят все куви и джонни крайне хоть херню в чат писать пожалуйста завтра подача заявлений начинается серьезно для надо время летит уже октябрь в октябре обычный подается блин один забыть надо не забыть надо правда фотку да вы запилить будет у меня есть старая фотка но я думаю что двухгодичной давности фотку уже лучше не отсылать надо лучше новую сделать что там фотку помыть сделать и все помыть просто остальную там анкету помыть просто заполняешь все часа этот кроем шок на сайт висел чтобы я не забыл навыки сложно подавать ты чё-то забыл нет там фотку отправляешь и просто не несложно там заполняешь простую анкету и фотку фотку анкету заполняешь фотку еще там что там что имя какого тебя образования там чё-то если у тебя какие там дети родственники еще что-то такая дефолтная херня кстати шансы игры грин карту 0 83 процента блять никто не знает какой шанс чувак поэтому опять таки откуда у тебя эта информация понять стиме и ждать что лежать в сша если получше грин карту стримы видео много просмотров будут собирать вот абсолютно не понимаю каким образом это взаимосвязано вот не в обиду но просто некоторые некоторые сообщения они настолько непонятные для меня что я не понимаю езжай в сша если получишь гранд карты стримы видео много просмотров будет собирать каким образом вообще это хоть как то взаимосвязано я вообще не понимаю что за тема заверши на карт игрок update же страховка на машину гранд карты но да еще минут карт называется страховка на машину магнит карта вообще это типа ну есть green card и страховка машину, а есть green card это вид на жительство в США, то есть ты выигрываешь green card и соответственно это вид на жительство в США, то есть green card это плюс-минус то же самое, что гражданство только ты голосовать не можешь то есть если у тебя есть green card, ты можешь жить в США работать в США официально получать там все, что хочешь, ну то есть это вид на жительство вот, соответственно 5 лет живешь с green card в США, потом можешь подавать на гражданство уже официально разница между гражданством и green card тоже плюс-минус в том что если ты гражданин ты можешь голосовать плюс у тебя гражданство никто не отнимет уже ну там скорее всего никто не отнимет а гран-карту все ли ты можешь потерять гран-карту ты потерять можешь если ты не особо сша появляться больше то есть если гран-карту получил например там приехал пожил типа месяц уехал обратные два года не взял у тебя гран-карта аннулирует тебе помогает с работой и жильем еще но об этом я не слышал с какого перепугать и кто-то должен помогать с работой и жильем сша сомневаюсь что-то гражданство можно получить после гран-карта даже только что ответил ты пять лет живешь с грин-картой в сша и через пять лет ты можешь подавать на гражданство все игрушки и продать можно нет конечно кто разыгрывает государство сша ну серьезно то есть прямо на официальном сайте divi lottery . stay в . гов стоит гов это официальный сайт государства сша united states of america в канаду так нельзя у канады лотереи нет вообще помню одной стороны нет лотереи на типа вид на жительство ни одной стороны по монету просто в другие страны многие легко попасть относительно не знала многие европейские страны можно попасть по факту тупо недвижимость купив ты приезжаешь покупаешь недвижимость и тебе уже грубо говоря дают вид на жительство во многих европейских странах так сша попасть еще игрушки но мы это уже много раз обсуждали в сша попасть очень сложно с единственный прям реальный шанс попасть в сша это на 2 по работе то есть ты какой-то прям лютый спец то в теории может быть тебя каким-то образом пригласят в сша работать либо вот лотерея все все вот эти варианты типа женишься на ком-то там бла-бла-бла там это все очень ненадежно и маловероятно у меня друг выиграл гринку но не поехал не получилось а другой друг бомбит с того что выигрываете люди которые заполнила балды никуда не едут ну правильно бомбит потому что если заполняешь на грин карту ты должен как-то наверно планировать свою жизнь хотя есть люди кто типа 10 лет подряд играет и не могут выиграть вообще-то типа если подошли грин карту наверно должен рассчитывать на то что в теории ты можешь и выиграть соответственно должен рассчитывать какие-то свои действия что ты и выиграешь государства сша разыгрывает одну грин карту на россии нет ни одна там по-разному но в год наверно тысяч 15-20 может в россии дают там по-разному сейчас лук украинцы много дают то есть украинцам там по 50 может по 60 тысяч грин карты в год дают что-то около того россии меньше дом якобы а-ля рандом хотя опять-таки рандомный рандом типа кто за кто знает по учебе можно еще по учебе нет учебы грин карту ты не можешь получить учебе ты можешь туда уехать учиться но типа остаться там по учебе охрен знает как на пятки если там типа будешь учиться пять лет может быть можно какие-то варианты найти да как-то ассимулироваться там но в целом учеба-то те не дает и грин карту не дает право жить сша учеба ты по учебе можешь приехать отучиться и все у тебя грин карта не будусти визу не дадут типа то есть ты жить и жить там официально работать не сможешь эти опять-таки агро если там учишься пять лет наверное за эти пять лет можно распланировать как-то планы и в теории типа найти как-то работодателя до который те потом оформит рабочую визу хочу все возможно при желании но это сложно конечно гениально же утечка мозгов америку так сказать мозгов грин карту по факту выиграют рандомные люди поэтому типа не сказал бы что именно мозгов утечек типа любой человек в любой быдло может уехать и теории сколько времени учил английский знаю до сих пор его учу как бы не суп не супер активно но тем не менее но с детства вообще на всякий курс схожу и тому подобное с переменным успехом рандомные люди не подают заявление в плане не подаю чувак лишь подают все же как бы мечтают и переезде совершенно многие хорошо не все многие мечтают и переезде в сша в надежде на то что там их встретился ковровой дорожка поэтому я уверен что дофига людей подают на рандом туда в надежде на то что они приедут сша это все будто херен хотел бы за границу поехать в плане я периодически было за границей но типа пока нигде особо еще не жил ну то есть жить наверно типа полгода в какой стране хотя бы провести такого еще не было рандомный да ну первое любое быдло не часто имеют деньги на уезд в америку но это да там денег на сами не так много надо насколько типа те нужно деньги на оплату этой грин карты то есть я выиграл тебе нужно там сколько-то заплатить будут госпошлины счет чего то я часто не помню сколько но может баксов 500 ну и на перелет типа перелет тоже там сколько там дешевый билет как вам можно найти там тысяч за 30 за 40 по факту там за типа за 1000 за 1100 бачи бачей можно переехать по этой грин карте правда что-то там делать будешь бля ты бомжевать там будешь хотя я думаю что некоторые так и перри переезжают за лучшую жизнь так наверное это и работаю потому что сша это не самое лучшее место по благополучности можно же всегда скопить денег пробраться тоже света открыть свои покорни и тому подобное все сами все я бы тоже все в америку не жить ну в плане не ну как сказать блин в америке но часто мне кажется америке лучше чем россия то есть как ни крути в америке лучше чем россия по уровню жизни по всему но если ты как бы хочешь прям переехать в какой-то топ топовый ну конечно это не сша сша по уровню жизни помогут об 13 или что-то около того поэтому если хочешь прям топ по уровню жизни тебе нужно куда-нибудь швейцарию швейцария канада что-то типа того не знаю у меня америка привлекает как-то именно блин чувак как как и как и говорят типа америка это страна возможности то есть мне америка именно этим привлекает то швейцарии типа чё там делать я вот как бы не представляю но хорошо там охеренно уровень жизни а чего-то я там буду делать то есть я вот не представляю что буду делать в той же швейцарии то есть даже предположим если у меня будут дохера денег еще мне там делать сша сама есть какие-то все-таки планы мечты тому подобное да там я не знаю там куда-то пробиться что-то сделать и так далее какой-то какая-то какая-то движуха швейцария до уровень жизни вышка еще в сша но типа чё там делать я хрен его знают . короче зависит от того какая у тебя цель если у тебя просто дохерище денег и ты хочешь жить в охеренной стране тогда да естественно сша наверно не особо подходит хотя пятики приносите дохерище денег любая страна по факту может стать для тебя неплохой гражданам швейцарии по-моему ежемесячно просто так дают это государство 1650 евриков ты что знаю я не думаю что всем гражданам это может и потом безработным или что там еще кому-то не думаю что примут всем подряд хотя все это и что-то подобное тоже есть но в москве и в питере получше чем среди городах сша остальное наравне либо сша лучше ну говорю я бы поспорил с этим утверждением но спорить смысле потому что я в сша не жил и ни разу не было что-то я не думаю что в москве в питере прямо хотя опять-таки сраблину саряскими городом сравнивать так-то в питере наверно лучше чем в детройте каком-нибудь я согласен но опять таки мы рассматриваем все-таки ну то есть из крайности в крайности типа нет смысла уходить мы рассматриваем все-таки относительно адекватные города лос-анджелес флорида флорида правда это штат но неважно сейчас интезатор или цифровое пианино я не знаю что такое цифровое пианино у меня миди клавиатура есть логически подумать оба филандии рванула первых пить и рядом знакомые все тут родители гельские или пригороды было поделить рядом как говорится хорошо там где нас нет опять-таки я хрена еще филандии делать узнаю да мне там на самом игру с моей с моей пока что нынешней жизни типа мне насрать где жить эти по дома сижу нихера не делаю но так если как бы мыслить глобально и подумать чего бы мне от жизни хотелось то я говорю я я типа сша выбираю шагару огромное количество типа возможностей вариантов знакомств движух и тому подобного то есть тоже филляндии как бы я не знаю что делать то есть опять филляндия может быть страна там на пятки игру кого какие приоритеты филляндию типа если на старости лет переехать там типа с каком женой с внуками собакой да и там жить на берегу каком-нибудь озеро он до нормальный движ ты один себя одного будешь подавать на грин карту ну да на кого еще могу подать почему люди видят в россии только плохое россии ничем не хуже чем-то даже лучше зная россию ненавижу соль я говорю я вот окончательно ну то есть тут вот честно лет пять назад я об этом вообще не задумывался мне принципе было насрать лет на пять назад я вообще не задумался о том что россия там типа плохая страна что она что-то плохое вообще не задумывался но сейчас вот как-то за эти пять лет и дело даже не в интернете не там в оппозиционных каналах то есть дело вообще не в этом делал просто то что я у чисто на своем опыте увидел связано с этой страной просто на своем опыте я охуел просто то что я там за три последних года как бы хлебнул с нашей страной я просто охуел насколько здесь все блять просрано поэтому к сожалению виде там только плохое не очень хорошо конечно но когда этого плохого дохуя хорошая виде тоже крайне сложно поэтому это конечно политсрач опять очередной разводить но фиг знает я бы отсюда бы уехал эти больше скажу чувак вот реально у меня отец лютым патриотом был важное слово что был просто нереальным патриотом то есть вот там вот я ему типа говорил он то есть у меня естественно мысль о том что хочу в сша переехать и так далее то есть относительно давно уже там на несколько лет точно и то есть я там бате там 34 года назад об этом говорил мне он естественно говорю что мы естественно тебя поддержим и за тебя будем рады но типа мы сто процентов никуда из россии не уедем то есть право сто процентов сейчас у меня бате уже прям на полном серьезе даже есть как бы у нее какие-то мысли что надо отсюда как-то сваливать естественно это сложно в наших реальных потому что объективно у нас много родственников сидела всех не перевезешь ну короче это очень сложно но в целом я просто говорю к тому что я не знаю к чему это говорю короче к тому говорю что конкретно у части моей семьи как бы глаза на россию открыли за эти последние несколько лет ну потому что столкнулись как бы системы понимаешь то есть до этого как-то мы жили как бы там где-то учился там родители работали то есть как тут особо с чем-то мы не соприкасались а вот за последние три года реально огромное количество с огромное количество вещей как будто этих системных там типа правоохранительные органы медицины и тому подобное да то есть мы с этим столкнулись как бы мы ну охерели вот пример я могу привести возможно где-то немножко на косячу фактах потому что не я судился лично до судился батя от моего лица но тем не менее 2015 году я купил квартиру вот эту в которой сейчас нахожусь я купил квартиру и соответственно опа спасибо отвечу живет в италии в какой-то деревне там я образование магазины все что нужно когда у нас если ты не из столицы то возможностей и перспектив никаких нет возможности перспективы есть абсолютно везде абсолютно любого человека абсолютно всегда просто для этого надо рвать жопу и куда-то стремиться поэтому я все-таки верю в то что возможности перспективы и вообще все у всех всегда есть вот спасибо большое за 50 короче я 2015 году купил вот эту хату в которой я сейчас нахожусь соответственно квартира ну здесь был какой-то ремонт такой не о чем на соответственно деньги пыли было принято решение сделать ремонт соответственно в тот момент мы даже понятия не имели блять чем мы столкнемся короче если вкратце мы наняли людей ну соответственно как бы ну там нормально то есть нормальная фирма то есть не такое то что мы нашли кого-то на улице да искали идите на квартиру то есть нормальная фирма с отзывами там сайтом то есть нормальная фирма строительная соответственно они нам делали ремонт хер знает сколько там может быть там 7 или 8 месяцев за эти там 7 8 месяцев это примерно говорю было сменено то ли 3 то ли 4 бригады было поломано дохуища ресурсов там всякие плитки они ломали случайно там ванну засрали то есть все что можно было нахер засрано я просто на минуточку говорю я конечно в ремонте не сильно разбираюсь у меня квартира однокомнатная там типа 40 метров даже может меньше то есть она очень маленькая то есть сами понимаете что такое как бы для нормальной фирмы для нескольких человек 7-8 месяцев делать ремонт в однокомнатной квартире абсолютно обычный ремонт здесь нет каких-то новшеств типа поклеить обои паркеты положить все дела это пиздец в итоге соответственно в какой-то момент естественно было принято с этой фирмы разорвать все отношения потому что ну блять типа там они уже почти год делают ремонт только все ломает нихера не могут сделать тому подобное в итоге мы с этой фирмы суде судились судились мы с этой фирмы от грубо говоря ну сколько ну больше двух лет больше двух лет больше двух лет нас этой фирмы судились и в итоге сейчас как бы к чему все пришло сейчас все пришло к тому во первых как бы естественно отдельная история как мы судились то есть каким образом там судья постоянно там все как-то перепутывал постоянно то есть как бы суд это вообще отдельная история ну то есть все пришло в итоге к тому что мы суд в итоге выиграли, нам присудили компенсацию, там, сколько-то, в 400 тысяч, что, в общем-то, пиздец мало, да, за моральный ущерб, за то, что они поломали там все, что можно и так далее, это не так много, вот, присудили 400 тысяч, и на что мы сейчас все остановилось, на том, что они просто поменяли название фирмы, и, соответственно, типа, никто ничего не может сделать, то есть, приставы не могут у них ничего забрать, ничего не могут отсудить, потому что, как бы, название фирмы поменялось, а вот этот чувак, который, типа, главный был в фирме прошлой, которую он поменял, то есть, они просто название поменяли, и все, и, типа, и мы нихуя не можем сделать, вот такие у нас законы в стране, то есть, вот такие у нас законы, то есть, человек, блядь, который организовал фирму, блядь, кинул людей, он просто поменял название, и он перед законом вообще не ответит, и мы, типа, ничего не можем сделать, и всем насрать, приставы ничего не могут сделать, судья ничего не могут сделать, правоохранительные органы никто ничего не может сделать, никто ничего не может сделать, всем просто поебать, Вот такая у нас страна И это как бы, блять, один из примеров Миллионных, блять Это вот мой личный пример А таких как бы примеров, я не знаю Далеко не надо ходить, хайповая тема За лайки, блять, сажают Не знаю, там, типа Кто-то кого-то там убил Ножом зарезал, за это там дают, не знаю, два года Условно А мужик, который случайно убил Какого-то быдлана, защищая свою маленькую дочку Ему дают, блять, 10 лет тюрьмы Таких примеров просто миллиард Это Меня посадят, конечно, я понимаю, что этот стрим надо удалять Я подозреваю, но это жесть, ребят Беззаконие полное у нас, просто Полное беззаконие в стране Как человек, в обывших штатах Рекомендую посмотреть канал Вдумчиво обо всем Там Чел рассказывает о быте О людях и т.д. Не так все хорошо там, люди там шаблонны Не так все хорошо Я бы даже сказал, многое у нас лучше Кстати, суд признал, что садись за репосты Бред Я не знаю, что он признал, но несколько людей у нас посадили Точно я слышал новости, что несколько народов Несколько людей посадили Не, просто понимаете, проблема в том, что вот такая херня Как у нас с законом, она везде Я реально не могу ни одну сферу в России назвать В которой бы у нас не было проблем Ни одну сферу, реально ни одну Вот просто ни одну Вот просто куда ни посмотри Образование, медицина, судебная система Полиция, не знаю, футбол Куда ни посмотри, все в говне Просто все в говне Не, ну чемпионат мира, может, неплохой провели Ну тоже, блядь, сколько за этот чемпионат мира разворовали всего Не знаю Тоже, только-только остается как бы загадывать Сколько денег своровали чемпионата мира Как человек Глеб Поизон, спасибо за 50 тем Канал Вдумчивого обо всем Там человек рассказывает о бытии О людях, когда не так все хорошо Там люди, там шаблоны не так Не так все хорошо Я бы даже сказал, многое у нас лучше Может быть, может быть Я говорю, я смогу тебе с тобой с этим подискутировать на эту тему Только тогда, когда я поживу в США какое-то время Я, к сожалению, в США ни разу не жил Поэтому я не могу дискутировать, где лучше, где хуже Но Но То, что в США хуже, чем у нас Верится с трудом Верится с трудом Опять-таки, я не знаю Я, в принципе, довольно много всяких отзывов смотрел Людей, которые по гринкарте туда переезжали В США, в принципе Вот такое, что там Кто-то снимает видео, что, знаете, я переехал в США По гринкарте Здесь такое говно Здесь все плохо, блядь Хочу обратно Таких роликов, ну реально Ну, может быть, они есть Но их настолько мало То есть, в основном люди, они как бы говорят Что, да, мы там переехали из России Здесь мы сейчас работаем Я не знаю Там уборщиками убираем Там, не знаю, в ресторане Тем не менее, как бы Типа Я же имею право Я рассказываю свое мнение Да не, ХЗ Ну, как-то грустно, на самом деле От этого всего Не, я, если что, прошу прощения Как бы Я понимаю, что меня много молодых умов смотрит Я понимаю, что это немножко расшатывает Обстановку в стране, конечно Мои слова Я все понимаю Но Я просто говорю то, что вот на своем опыте Я же не говорю то, что Я же не выдумываю Я не выдумываю Просто как бы говорю, как вот со мной То есть, то, что вот просто Нас как бы кинули на огромное количество денег И мы ничего не можем сделать То есть, даже выиграв суд Вот мы выиграли суд Еле-еле И то, как бы То есть, суд тоже проходил Хуй знает сколько времени То есть, там просто тоже Судебная система просто кончена И даже несмотря на то, что мы еле-еле выиграли этот суд Спустя, там, не знаю, три года Два с половиной года Мы все равно не можем получить своих денег Потому что, видишь, просто название поменяли И никто ничего не может с этим сделать Это шок Галагер, спасибо за 50 Не, это вообще жесть на самом деле Я, кстати, таких историй, в принципе, слышал довольно много Правда, честно признаться Вот конкретно с Конкретно с аферами Вот такими, типа, ИПшными Честно, возможно, это не только в России Я не буду говорить, что это именно в России такое Потому что на Западе я подобные схемы тоже слышал Что, типа, как-то кидают людей Да, правильно, надо валить туда Где тебе будет по кайфу жить? Плюс ты молодой, надо пользоваться моментом А не, просто само по себе, вы понимаете, ребят Прикол как бы в чем То, что мы судились 2,5 года То есть, блядь, что это такое? 2,5 года суда по делу, которое можно как бы Там во всем разобраться за неделю У нас были У нас все было У меня батя в этом платье С плане щепетильный У нас были все съемки Все чеки Все данные То есть, вот, все было То есть, вот, абсолютно все То есть, любой человек Даже конченный просто аутист и долбоеб Вот он, посмотрев на эти данные Он поймет Ну да, вот, блядь, здесь фирма взяла деньги Разъебала ванну Разъебала там все плитки Тянула до хера время Там это, то есть, все разломала И ни хера не сделала То есть, очевидно, просто очевидно Тем не менее, даже по такому легкому делу Два с половиной года судьбы Работяга и щатика Спасибо большое Ну, я в этом плане с тобой согласен Я, в принципе, за этот Я, типа, я не патриот К сожалению или к счастью Я не знаю Я не патриот То есть, я не за то, чтобы ждать Когда будет хорошо здесь Я за то, чтобы самому счастье свое искать Ну, мужик, надо было контролировать Ты сами виноваты Это из-за незнания Это твой опыт Блядь, у меня контролирует отец Который бог, блядь Вот серьезно Наверное, все, как бы, про своих родителей Конечно, в основном говорят хорошие вещи Но у меня батя Ну, очень толковый У меня батя, ну, реально Очень толковый То есть, он реально Ну, реально очень толковый Поэтому говорить про то, что мы сами не уследили, чувак Это, это Это неправильно И даже если бы мы бы не уследили Это, шо, блядь, позволяет нас кидать на деньги, что ли? Что за вред? Они даже плитку, блядь, не могли положить Эти долбоебы Реально Они даже, блядь, плитку нормально не могли положить Это просто жесть Ну, строители, кстати Вот, на самом деле Вот я, опять-таки, я не особо шарю Я не особо шарю Но, вообще, как бы Вот, мне кажется Строительная сфера Она такая Очень такая Ну, плохая То есть, как-то вот Вот как найти нормальных строителей Вот, реально, я не знаю Просто я вот Куда не смотрю Куда не вижу Да, везде, блядь На строителей гонят И говорят, что строители долбоебы Не в обиду у тех У кого там родители-то строители И так далее Не в обиду То есть Я уверен, что у вас родители Хорошие строители, да Вот Ну, просто Типа Ну, реально На строителей гонят везде О чем не шарят То есть, вот как хороших строителей Найти этот вопрос, конечно Нефиг узбеков нанимать и экономить Блядь, мы не нанимали узбеков Мы наняли нормальную фирму Работали русские Вот, опять-таки Зачем ты это говоришь Если ты не знаешь Вот, честно, блядь Узбеки лучше работали Чем, блядь, русские Которые у меня на хате Я вот, как узбеки работали Видел что-то лет 5 или 6 Или 7 назад Когда дачу строили Моей тетя Вот там узбеков нанимали Ну, блядь Тем не менее, они лучше построили Чем у меня, блядь, квартиру Все разъебали Русские имеются ввиду Поэтому Нет, у меня русские Мы Как раз таки Вот в этом и обидно На самом-то деле То, что я нихера не экономил Мы вложили дохиерища денег В ремонт Я реально Мы реально не экономили В этом-то и обидно То, что мы не экономили И все равно получилось Как бы так, как получилось Вот в этом-то и обидно Ты за Хабиба или за Конора Я за Конора Да нет Здесь как бы на самом деле Типа Со временем Осознание приходит То, что типа Связи очень решают То есть решают Прям связи Вот Но вот у нас Как-то в семье Так вот Как-то, я не знаю Даже Ну, как-то нету Связей в сфере строительства Честно Вот как-то нету Хотя есть вроде Кстати, вот я даже Надо спросить у родителей Почему они не наняли Того чувака Который строил дачу моей тети Вот почему они его не наняли Может он квартирами не занимается Может только домами Интересно, я что задаю такой вопрос Который скорее всего задавали Неоганно Что по поводу строительства Ну, я рассказывал историю Пять минут назад Просто Я понимаю, что Спустя пять минут Уже зашли новые люди некоторые Ну, вкратце В этой квартире В которой я сейчас живу Делали ремонт Нас кинули Там, это было три года назад И мы тут три года судились В итоге мы суд выиграли Но деньги до сих пор Не можем получить Потому что у нас Плохие законы в стране Вот Это вкратце Опа Спасибо Не то чтобы в США хуже Просто люди там совершенно другие Другие А система там имеет похлеще Чем в России Уж поверь Один пропуск выплаты банку И твоя кредитная история На дне плюс банк Не будет долго ждать Он начнет отнимать Твое имущество Но одно скажу точно В плане продуктов У нас лучше Не знаю Я вообще совсем с тобой Не согласен Но говорят Твое мнение, братан Ну Я не знаю Ты был в США вообще, нет? Или ты все-таки Тоже по каким-то видосам судишь? Спасибо за 50 еще Насчет продуктов Не согласен точно Опять-таки Я слышал, что Россия Считается страной Грубо говоря Третьего мира Сюда наоборот Там даже вот Вплоть до того Что всякие Кока-колы и сникерсы На западе Другие Ну то есть там Типа качество продуктов Лучше Даже вплоть до Сникерса Какого-нибудь Это раз Плюс Что ты нам еще написал? Насчет системы Похлеще Как сказать похлеще? То, что в США Жесткие законы Я знаю Но если честно признаться Блин, я наоборот считаю Что жесткие законы Это хорошо Потому что На самом деле Как бы Если человек будет понимать Что он например Проедет по тротуару Да, на машине И он будет понимать То, что он проедет Как бы И у него будет там Либо штраф 1000 долларов Там 2000 долларов Я не знаю Либо у него права отнимут То может быть все-таки Большинство людей Не будут ездить по тротуару Понимаешь? Поэтому я например За жесткие законы Я типа не против Жестких законов Если они адекватны Естественно Если жесткие законы И неадекватны Это жопа Так, и что ты еще написал? Люди другие Но опять-таки Другие В каком смысле? Не знаю Мне вот менталитет Американский Как-то ближе Там люди как-то Ну опять-таки Да, хорошо В США может быть Люди более лживые Чем у нас Ну типа есть такое Опять-таки Стереотип Спасибо Но опять-таки На ней я считаю Веселее Знаешь, я говорю Я вот на этот вопрос Уже на тему менталитета Отвечал Я лучше буду жить Среди веселых лицемеров В США Нежели я буду жить Среди честных мудаков В России Типа того То есть да В США я слышал О таком Что типа люди В лицо тебе улыбаются Говорят какой-то крутой Проходят пять метров И говорят Вот это мрася босс То есть да Я об этом слышу Но тем не менее Да, у них по менталитету Есть такая тема Что типа Ходят, улыбаются Другу там Здороваются Типа аха Дарова как дела Ну вот Не знаю Хрен он знает Короче ладно Я это говорю Это полит обсуждение Которое не имеет смысла Никакого Потому что Большинство людей Нигде не были Ну я в том числе Соответственно Как бы как можно сравнивать Если ты нигде не жил Я говорю Я вам обязательно расскажу Как в США живется Хорошо, плохо Когда я туда попаду Обязательно расскажу Вот Но пока как бы Типа я нихера не знаю Поэтому это все Основывается тупо на слухах И так далее Питание там Это сплошной фастфуд И ГМО Я конечно могу ошибаться Но в ГМО По-моему ничего плохого нету Я могу конечно ошибаться Но по-моему Бля были какие-то исследования Что типа Типа бояться ГМО В 21 веке Надо быть что-то дебилом Что-то такое я слышу Могу ошибаться конечно А на тему сплошной фастфуд Ну в плане сплошной фастфуд Наверное сам Человек сам выбирает Чем питаться В плане сплошной фастфуд Чувак Человек как бы сам Наверное Все-таки считает Ну выбирает Чем питаться Типа там что Хочешь сказать Нету магазинов Там с обычными продуктами Что-ли Вот в этом В плане С тобой 100% Не согласен И это уж явно Бред ты пишешь Что это сплошной фастфуд В плане сплошной фастфуд ГМО Это между прочим Будущее Не ошибаешься Ну вот видите Да 100% моих косяк Я считаю Там есть здоровая пища Но она дороже Это повезет Что нет здоровой пищи Нет в плане Нет здоровой пищи Ты типа Ну как бы Сам же готовишь Говорить про какие-то ресторанчики В плане Там есть обычный магазин И ты приходишь Как бы покупаешь Что хочешь И готовишь Что хочешь В плане В чем проблема Или ты имеешь ввиду Питаться хорошо Там дороже Чем например Питаться фастфудом Так может быть Я не знаю Но не совсем Понимаешь Что значит Там сплошной фастфуд Ты сам выбираешь Чем-то питаешься То есть Что дешевле Что дороже Это уже другой вопрос Но в целом Ты сам выбираешь Чем питаться Нет я если Ладно На самом деле Вот Вот все Что мы обсуждаем Последние полчасика Или сколько-то Это все сводится Все-таки К какому-то лютому Хейту России Честно И это не очень хорошо Я так считаю Ну я говорю Пока сравнить Просто не ищем То есть Я вот нигде Особо не жил То есть Я довольно много Где уже побывал Ну как много Я не знаю Я типа был в Исландии Был в Германии В Финляндии Но был типа Относительно Маленький промежуток Времени Поэтому я говорю Для того чтобы оценить Страну Все-таки надо долго В ней жить Ну как долго Я говорю Мне кажется Хотя бы годик То есть вот годик Если ты в какой-то Стране пожил Наверное уже Как-то оценить ее Можно Я вот год нигде не жил Поэтому С чем сравнивать Опа Спасибо Я тебя ни от чего Не отговариваю Езжай куда души угодно Здоровая еда Там есть Но основный ассортимент Магазинов Фуд и ГМО Ну а мне понравилось В Норвегии Советую Глеб Пойзон Про ГМО Только что мы сказали Тебе то что ГМО Это бред А насчет фастфуда В плане Основной ассортимент Фастфуд Что значит фастфуд То есть ты приходишь В магазин Типа пятерочки А там блять Одни гамбургеры лежат В плане Я не совсем понимаю Что значит Основной ассортимент Фастфуд Я более уверен Что там есть Типа Все то же самое Что у нас в магазинах Типа Я не знаю Там овощи Мясо И тому подобное Я из уважения К нашей истории Не хочу покидать страну На ПМЖ История не раз доказывала Что как бы Государства России Не было в говне Отгребали Всегда обычно люди Особенно с нашей стороны Наши истории в том Что люди Это и есть государство В этом контексте Муха Нихера что я не понял В плане людей Из государств ХЗ чувак Блин Не знаю У простого народа Как раз таки выбор Особо нету Типа Ну простой народ Как вот простой народ Что то может изменить Не совсем Может неправильно понял Чего ты протираешь Чтобы он скользил Как новый Ну я не особо Коврик протираю Но иногда бывает Беру просто какую-то Мокрую тряпку Типа и мою коврик Ну то есть Мокрой тряпкой Хорошенько протираю Высыхает Типа вроде получше Вообще коврик лучше менять Типа раз в год Наверное Фастфуд имеет ввиду Что приготовленная еда Уже просто разогреть Ну так опять таки Ты же сам выбираешь Купить типа разогретую Еду уже готовую Или например Купить типа Самому приготовить Ты же сам выбираешь В чем проблема Короче ладно Я говорю Я все равно не понимаю Не ну я понимаю Что может быть Этот фастфуд подешевле стоит Но Все равно ты же сам выбираешь Типа покупать его или нет США Супер криминальная страна Сложно сказать Не ну США Не ну в плане криминала Да США Конечно Ну это вот наверное Один из минусов и есть США Я согласен То есть В принципе В США Есть шанс того Что тебя застрелят нахер В принципе Такой шанс есть Но опять таки Типа такой шанс есть Ну не ладно Тоже застрелят в России Конечно не такой большой шанс Он уже что тебя убьют Где-то на улице Шанс вполне тоже есть в России Тоже зависит от того Где ты живешь Как ты живешь И где ты ходишь Естественно Типа если ты будешь ходить По темным улицам Где-нибудь в гетто в США Ну блин Ну епта Ну это то же самое Что у нас Не знаю Иди ночью по Купщину погуляй Хотя я не особо шарю Но говорят что в Купщину Реально типа ночью лучше не гулять Может это стереотип Конечно о Питере Я не знаю Но Типа сложно сказать А все у меня свои плюсы и минусы На самом деле Там копы жесткие Не знаю Копы в США мне прям вообще нравятся Вот я смотрю периодически Как они работают Это просто кайф Это охеренно Потому что реально там Что-то не так Они сука пистолеты Стоят и в голову у тебя стреляют сразу Кто-то скажет что я шучу Я не шучу Это охеренно Почему? Потому что я блять Адекватный человек Не нарушающий закон Соответственно со мной Такого Ну надеюсь не случится Ну вот Поэтому я считаю Что наоборот Как бы полицию Должны бояться и уважать Вот у нас в стране Полицию не боятся И не уважают Поэтому в общем-то До хера есть видео Как полицейские работают в России Там не знаю Пытаются быдло там Втроем заломать Это быдло просто руками махает Ногами махает Ему нихера не делал Не полиция в США жесткая Но мне это нравится Жесткость Ну то есть я считаю Это адекватно Ну плюс у них Эта жесткость Опять таки она Обосновлена тем Что Во многих штатах Разрешено Свободное ношение Огнестрела Ну аж не свободное Конечно Но тем не менее Огнестрел типа в США Вполне себе разрешен Поэтому соответственно Любое там твое телодвижение Какое-то опасное Типа возможно По тебе огонь откроют Опять таки Во всем есть свои плюс и минусы С одной стороны Если ты можешь носить С собой огнестрельное оружие Это значит Что ты можешь носить С собой огнестрельное оружие То есть ты в любой момент Можешь себя защитить То есть кто бы к тебе не напал Кто бы что бы тебе не сделали Ты можешь в теории Себя защитить Но также есть в этом С минус Что в теории Тебя также могут застрелить Но хотя опять таки Если ты адекватный человек Ну то есть В жизни бывает всякое Тем более в реальной жизни, которая ни хера не справедливая, да, но в целом, если ты адекватный человек, ты не нарушаешь закон, то в целом с тобой ничего не должно случиться. Бывают исключения, конечно, к сожалению, но в целом это так. То есть, если ты как бы ни хера не делаешь, не нарушаешь закон, какой хера тебя кто-то где-то должен застрелить? Ну, то есть, типа... Не должен. В России, как в США, очень много этносов, тяжегопников, бомжевов. Так. США в плане этносов. Ой, не знаю, слушай, сложно сказать. Опа. Опять-таки от районов, я думаю, зависит от города, от районов и так далее. Да, все верно. Просто люди там в основном именно готовы еду и берут. Улицы там в основном пустые. Гуляют в основном туристы. К, Р, Ч, Я к тому, что лучше не там ни у нас. По поводу копов, да, там не доставучих тпс-ников, ибо это риски в жизни. Глеб Позин, спасибо большое. Так ты был в США или нет, и так и не ответил? Мне почему-то кажется, что все, что ты сейчас пишешь, это основывается на каких-то видеороликах из Ютуба. То есть, мне кажется, в США не было. Не знаю, ну, тоже странная какая-то информация. Улицы там в основном пустые. Гуляют в основном туристы. Но это как-то очень странное заявление. Типа, чем это обусловлено, заявление? Типа, улицы в США пустые. Чем это обусловлено? То есть, откуда эта информация? Ну, то есть, это... Ну, я не знаю. Ну, на мой личный взгляд, это бред какой-то. Sorry. На мой взгляд, а, он писал, что был? Ну, я не знаю, чувак. Я говорю, где ты был? Ты, может, в Детройте где-то был? В Детройте один из самых там бандитских городов, по-моему, в США, если не ошибаюсь. Не, ну, типа, я реально не могу этого понять. Ну, то есть, откуда у тебя информация, что в США полупустые улицы и гуляют в основном туристы? Откуда эта информация? Я не понимаю. Я реально сказал в первом коменте. Sorry. И увидел. Спасибо еще за донатки. В топы донаторы сегодня вырвался, по-моему, нет? Стивен Сигал топ-1. 400 рублей. Спасибо тебе за 310 рублей. Игорь Пойзо. Но я с тобой не согласен. Не, я не топлю за то, что США тополь за то, что Россия плохая. Я за это не топлю. Ну, просто у тебя какие-то странные факты. Сегодня в 10 часов вечера подходил к Балкане и Нова, где кинотеатр Мираж. По базарам как надо. ПС, на самом деле, Купчага норм. Не настолько много тут быдла. В Балкане и Нова, лол. Я сначала подумал, что какой-то фейк. Но я вообще в Балкане и Нова довольно часто в кинотеатре бываю. Ну, не часто, но иногда бываю. Купчага норм. Не настолько тут много быдла. Ну, наверное. В России быдло равномерно распределено. Хорошо это или плохо, это вопрос. Просто в США, я согласен, что в США как бы, в принципе, есть районы. Опять-таки, как я знаю, да, я не уверен, но как я знаю, что там есть прямо районы, типа, вот так называемые гетто или какие-то прямо реально плохие районы, то есть, которые прямо реально не советуют ходить. То есть, там реально делать нечего. То есть, туда придешь, тебя, возможно, реально ограбят, не дай бог убьют. То есть, там реально есть такие районы, которые вот, то есть, все знают, что это плохой-плохой район. То есть, туда не надо ходить. Вот в России, в принципе, такого нет. Ну, я, по крайней мере, не знаю. Ни в Москве, ни в Питере таких районов, да. То, что вот прям, типа, какой-то район, в который лучше не заезжать и не заходить таких районов нет опять-таки вопрос что лучше какой-то отдельный район в который ты просто не ходишь и тебя быдло не трогает либо равномерное распределение быдло по всей стороне вот это вот это вопрос что лучше или хуже слышать как бы криминалы быдло она типа где-то скопления есть определенная в россии на распространение как бы равномерно как-то так люди ходили на камеру снимали еще не было там русских боятся да не на то что там снимали в этих районах типа днем да но опять-таки здесь наверно больше речь про ночь идет и районы я говорю я видел всякие съемки с подобных районов ну конечно выглядит неприятно то есть ну ну то есть реально идешь по улице везде какие-то бомжи какие-то палатки какие-то непонятные наркоманы ходят еще ты ну как бы плетит херовый район на пятки если в теории знать о том что то есть такой району просто туда не ходить спасибо нормально в 19 лет живу в латвии тут много проблем зарплаты маленькие людей обманывает государство с наркотиками строго было но сейчас хотят легализовать марихуану жить тут сложно поверь у каждой страны свои проблемы просто решать их не хотят почти все лишают деньги удачного тебе стрима практически все решать почти все решает деньги а с тобой согласен нолатвии это не лучший пример то есть латвия то не такая страна знаешь а которые все мечтают а на деле она не очень но типа есть латвия как бы я принципе подозревал что латвие типа ну тоже не супер топ страна не но просто не но все-таки объективно есть какие-то страны в которых типа хорошо ну объективно не знаю даже давайте от сша дойдем предположим там та же швейцария на швейцарии это объективно супер мега богатая крутая страна, то есть там реально охеренный уровень жизни. Ну, естественно, туда сложно попасть, там очень дорого и того подобного. Не, ну я к тому говорю, что просто, типа, если у тебя есть цель переехать в какую-то, типа, крутую страну, у тебя как бы, в принципе, это возможно. А так то, что, ну да, везде свои проблемы, я согласен. Просто где-то их много, где-то их меньше, где-то их больше. Но так то, что в целом идеального места нету на этой планете, ну да, к сожалению, нет. Ну, разве что моя хата может быть, но это спорный вопрос, естественно. Ну а так, да, все упирается, конечно, я с тобой согласен, упирается в то, что просто работать надо. Надо работать, если ты работаешь, соответственно, ты растешь там по социальной лестнице, по материальной лестнице, и, соответственно, в любой стране, в принципе, если ты работаешь и чего-то добиваешь, тебе будет неплохо, я думаю. Поэтому надо пахать. Очень жестко. Начинаем пахать. Ладно. Кстати, могу с вами поделиться мыслью. Правда, я тоже самое говорил о старой даче, но на старой даче как-то не особо получилось. Вот. Но сейчас прям я серьезно нацелен. Короче, я хочу попробовать свою студию оборудовать прямо вот здесь, короче. Я, короче, типа, вот этот стол, на котором у меня сейчас компьютер стоит, я его разбираю, отставляю пока в сторону. На это место, где сейчас стол стоит, я передвигаю кровать, короче. И на место кровати я, короче, вот все, что вы сейчас видите за мной, короче, это все будет заграждено. Будет сделана там всякая крутая звукоизоляция и тому подобное. То есть просто такая коробка будет. Я типа студия буду. Вот. Вот так вот. Ладно, не сделаешь все равно. Ладно, не сделаю, сделаю. Скорее всего, я не знаю, просто думаю. У меня типа три варианта. Первый вариант сделать, как я сейчас сказал. Второй вариант, это сделать на старой даче. Но на старой даче я сразу отметаю, потому что вот я там жил, типа, два месяца, мне не понравилось. Старый дом, не отоплен нормально, воды там нет. Он, короче, типа, на старой даче мне вот, типа, жить там не хотелось бы и переезжать туда и там работать. Мне не особо там хотелось. Еще есть вариант, типа, купить отдельную хату. И там уже целую хату оборудовать под студию. Но в этом варианте есть два минуса, на мой взгляд, больших. Первый минус, очевидно, это, типа, трата денег. Довольно немаленьких, да, ну, сами понимаете, купить хату в Питере, даже плохую, это, типа, ну, несколько миллионов. И плюс время. Потому что пока ты квартиру купишь, пока ты ее найдешь, пока ты ее купишь, пока ты там все оформишь, пока ты найдешь потом рабочих, которые тебе там все будут делать. Но это слишком жестко, это дорого. Короче, дорого и долго. Поэтому, как бы, я с батей пообщался, мы приняли решение, что, скорее всего, вот, самый лучший вариант это делать студию у меня в хате. Соответственно, чтобы, во-первых, это на жизнь на мою никак особо не повлияет, да, то есть я, типа, ну, как жил здесь, так и буду жить. Вот. Ну и плюс, соответственно, по деньгам это менее затратно. Вот. Я не знаю, ну, я просто с вами поделился. Просто с вами поделился. Студия, да, музыкальная будет, я буду заниматься музыкой. Ну, пытаться. Уже давно хочу начать, но что-то все, никак не начать. Ну, я плюс, с этой студией так же и стримить буду, конечно, периодически, потому что как-то зарабатывать надо что-то. Зарабатываю, конечно, сейчас копейки, но надо. Что-то есть. Поэтому буду, буду стримить из нее. Ну, там такая, по сути, крутая коробка должна получиться таким фоном, типа, топовым, как он называется, этим. С этим, с, там, этим, ну, специальной звукоизоляцией, с акустическим поролоном, там, со всей хернью. Пост заценить? У меня в группе пост выложили спустя сколько времени? Я еще проверю. Пост был 5 июля, и вот сегодня выложили новый пост. Хочется сказать, что не прошло и года, но на самом деле почти прошло. Так, сейчас заценю пост, окей. Я не знаю, в плане, что заценить. Ну, дефолт и мем какой-то. Правда, если честно, эту картинку я не видел еще, этот мем. Этот мем я еще не видел. Типа, сидит с айфоном этот. Типа, ЧБ. Это сейчас, да, кто-то? А, это сейчас, это я сейчас, лол. И, типа, обнимает. Ну, и, кстати, вот этого мема я не видел. Но, типа, ну, окей, нормально. Но я, как бы, лайк ставлю, хорошо. Лайк я поставил. Ссылка в чате есть. Банкет скидывает. Я не знаю, кому интересно. Это мой паблик ВКонтакте. Там ни хера нету, но... Тем не менее, можете подписаться, если вам нужен паблик, в котором ни хера нету. Спать что-нибудь. Ну, я могу спеть, но я пока, я говорю, я не практикуюсь особо, поэтому, естественно, я ничего тебе нормального не спою. Надо попрактиковаться хотя бы полгодика активно петь. Но я, как бы, под этой студией хочу сделать, потому что, типа, вот час вот просто петь, это бред обосный, потому что... Ну, блядь, ну, потому что везде соседи вокруг, типа, блин, типа, если я буду каждый день по пять часов орать и петь, что-то, типа, явно будут претензии и тому подобное. Ну, вот. Но вообще у меня, как бы, план, типа, ну, каждый день я буду петь. Ну, то есть, реально, если я студию все-таки запилю, ну, как бы, как если, я все-таки хочу, то буду, да, это, как бы, так называется, тренировать вокал буду. Вот, соответственно, надо практиковаться. Не знаю, вообще все возможно. Ну, мне так кажется. Не знаю, я как тут... С одной стороны, я лютый пессимист и в лютой депрессии последние несколько лет, но, с другой стороны, все равно, как бы, пока моя вера не сломалась. То есть, я реально искренне верю в то, что если реально работать, ты, в принципе, все добьешься. То есть, я, как бы, ничего не добился, ну, иметься в музыке, там, и так далее, потому что я, как бы, ни хера не делаю. То есть, если реально кропотливо работать, в принципе, может что-то получиться, мне кажется. Поэтому я реально в это верю. Биты пишешь. Ну, я пробовал начинать, но не особо получилось. Но, опять-таки, типа, потому что я плохо работал. Надо много времени этому уделять, тогда что-то получится. Ну, так, в целом, конечно, цель, как бы, типа, научиться, типа, биты крутые делать. Ну, и, соответственно, ну, как, вообще, типа, цель изучить охеренно в Fail Studio и записывать песни. Соответственно, Fail Studio, ну, чтоб самому все делать, чтобы нормально писать бит, чтобы обрабатывать голос, сделать сведения, и, соответственно, чтоб самому все делать. А если из этого что-то получится и пробиться куда-то, тогда уже потом нанимать людей, которые будут все делать. Вот такая цель. Не знаю, за сколько это реально все освоить. Но, опять-таки, если кропотливо работать, наверное, это возможно все. Ну, типа, я думаю, что за год кропотливой работы, в принципе, вполне возможно освоить Fail Studio на таком уровне, чтобы прям реально, реально шарить в ней. Я думаю, что это возможно. Чего бы, на самом деле, депрессии не существует, это просто ты сам загоняешься, подумай над этим. Ну, блядь, ну, депрессия это и есть, да, то, что ты загоняешься, ну, как бы, ну, просто, ну, типа, блин, ну, в плане, ну, типа, не знаю, ну, в плане, я не говорю, что я болею. То есть, я не из разряда людей, которые говорят, я болею, у меня депрессия, там, нет, естественно, естественно, загоняюсь, блядь, но я не могу, как бы, перестать загоняться. Бля, некоторые сообщения просто, конечно, бля, болевать охотами от некоторых сообщений. Труд всегда, правда, что иногда не достает, не достает капельку таланта. Не знаю, я думаю, что, типа, талант это, ну, не знаю. Вообще, типа, забыл с какого-то предмета в школе, но вообще, типа, талант разный бывает. Есть талант приобретаемый, есть талант, который дается при рождении. Честно признаться, я верю, что любой талант приобретаемый. Типа, опять-таки, типа, если ты что-то хочешь, ты добьешься. Естественно, без, если не утрировать. То есть, понятное дело, что, если там, ну, у тебя какой-то голос прям совсем конченный, то, наверное, ты петь, как Джастин Бибер, не сможешь. То есть, если у тебя голос, там, типа, то есть, ты, наверное, не сможешь петь песни типа Джастина Бибера, но, тем не менее, если ты хочешь заниматься музыкой, ты все равно какой-то свой жанр найти можешь, мне кажется. Вот, поэтому, опять-таки, то есть, если не утрировать, то, в целом, ты, как бы, типа, можешь все равно, как бы, все добиться, если не утрировать, конечно. Опять-таки, если у тебя нет двух ног, там, футболистом настоящим ты стать не сможешь. Но, опять-таки, ты можешь стать пара, параолимпийским футболистом. Я не знаю, есть параолимпийских футболистов, но это нет. Но будут. Ты, ты, ты добьешь того, чтобы они были. Да, я говорю, есть просто труд, труд, труд. Я согласен. Ну, не знаю, как бы, согласен кто-то со мной, не согласен. Не знаю, ну, просто глядя там на всяких звезд, всяких крутых людей, ну, не знаю, не сказал бы, что они все прям были какими-то люто талантливыми или богами. Не, ну, есть и такие, конечно, кому там с рождения что-то дано, да, ну, например, я не знаю там. Ну, хрен знает. Не знаю. Ну, тот же Роналду, например. Ну, что, он, блядь, родился с накачанными ногами, что ли, и со скиллом к футболу? Нет, просто, блядь, он работает 2-4 на 7. Типа, многие знакомые там Роналду, кто говорят, что к нему в гости приходят и далее, говорят, что он, блядь, 2-4 на 7 работает. Он постоянно на диетах, постоянно на здоровом питании, постоянно... То есть он 2-4 на 7 заряжен, 2-4 на 7. И, соответственно, также можно сказать, я более уверен, что и про многих музыкантов. То есть, да, у кого-то голос крутой, ну, блядь, типа, ну, хер знает, но по-любому голос у них такой был не при рождении. По-любому они там в детстве пытались заниматься, в детстве что-то пели, там, в хор ходили, еще что-то. То есть, в любом случае все приобретается, мне кажется. В любом случае все работают. Просто людям, многим так кажется. То есть, вот многие смотрят там на какого-нибудь, я не знаю, там, не знаю, Джареда Лето, например, да? Они думают, вот, вау, какой он красивый, какой он талантливый. Ну, Джаред Лето, это солист группы Searching Seconds to Mars, если что, да? Типа, какой у него классный голос, как он классно поет, типа, это талант. Ну, блядь, люди не задумываются о том, что он не всегда был таким, типа, он не всю жизнь был таким. Хм.